Здарова, друзья! И сегодня на фоне вот этой вот красной стены я расскажу вам в очередную раз, чего же там мужчина должен или не должен из уст очередной женщины, которая зачитывает вообще чей-то другой список какого-то мужика, который это составит. И я нашел это видео достаточно интересным, так что давайте смотреть. Вот у тебя есть тёлка? Неужели тебе уже 26 лет, а ты до сих пор тяночку на кукан не насадил? Откуда ты знаешь, сколько мне лет? В таком случае у меня есть пачка советов именно для тебя о том, как заполучить тепло той самой няшной тяночки из твоих самых влажных фантазий. Ну-ну, давай же посмотрим, мне будет это интересно. Как раз именно то, ради чего я, чёрт возьми, живу. Я же мужчина, да, мужчины только ради этого и живут, конечно же. А если ты уже завоевал чё-то сердечко, то эти советы точно сделают тебе настоящим мужиком. Именно то, чего я хотел. Заглючило. Дождь скоро пойдёт. Я, походу, не вовремя вышел. Жарко? Капец. Да чтоб тебя су... Ну что тебе не так, ёпка? Первый же пункт, это брать на себя руководство в отношениях мужчина-женщина. Нам сходу дают понять, что если ты мужик и любишь таких же крепких мужиков, как и ты, то тебе не место в списке настоящих мужиков. Потому что настоящий мужик должен трахать, а может быть даже и насиловать. Об этом мы узнаем потом. Только девушек. Нет, не насиловать, ни в коем случае. И даже не первое, потому что сейчас это всё вне закона, друзья. Я вам уже говорил, что как только ты занимаешься сексом женщины, если она вдруг решает, что это было не по согласию, ты садишься, особенно в Украине. Где недавно приняли такой закон. Кстати, когда я снял про него видео ещё около, больше чем месяц назад, все смеялись, думали этого нет. Ну что, друзья? Посмеялись? Посмеялись теперь, да? По поводу того, что мужчина должен брать руководство в отношениях с женщиной. Ну это естественно, как бы, ну таковое устройство человеческой семьи. Ну поиначе, просто семья долго не существует. Сколько раз я вам это говорил? Если женщина пытается доминировать в семье, если она больше зарабатывает, если она чувствует себя главнее, то эта семья не существует долго, и мужчина не терпит этого рано или поздно. Он уходит из этой семьи, он не хочет возвращаться домой, где его не ждут. Ну в общем, вы поняли, всё то, что я говорил в множестве своих старых видео. Это была ошибка, выйти на улицу, снимать комары, капец. Просто не могу уже. И может быть я хочу быть главной в отношениях? Что мне в таком случае делать? Пойти? Нах... Я уже объяснял, по скольким причинам это невозможно, иметь нормальную семью. Ну хорошо, практически невозможно. Есть мужчины, которые согласны на то, чтобы женщина доминировала. Это странно. Для меня это вообще... Я прихожу домой, значит, и она начинает мне говорить, сыщешь ты, приготовь мне там этот борщ-то. Я такой становлюсь в фартушок, да, и готовлю. Нет, это странно выглядит. Если вас удивляет, почему я топчусь здесь на одном месте, постоянно чешусь и двигаюсь, тогда потому что здесь грёбаные комары просто меня достали. Ищешь полезную информацию по бодибилдингу, которая когда-то была на моём канале, но её здесь больше нет и не будет. Можешь не ждать, можешь не искать. Но я знаю, где она есть. Она на канале у Рустама, по ссылке в описании под этим видео. Там будет полезный и познавательный контент по тренировкам, по бодибилдингу и не только. И, конечно же, он не забывает про развлекательный контент. Как же не развлечь-то вас, друзья? Вперемешку занимается с просвещением тебя, если ты хочешь накачать свою бицушку, свою баночку, чтобы она была, как у Рустама. Поэтому ссылка на его замечательный канал в описании под этим видео. Переходи, подписывайся, конечно же. Ну и продолжаем смотреть дальше ролик. Дальше опять какая-то чертовщина про работу. Мужик должен работать. Словно, эти пункты составляла моя бабушка. Она тоже постоянно мне говорит найти хорошего мужика с зарплатой хотя бы 300-500 тысяч. Бабушка? Твоей бабушке случаем не 35 лет, потому что именно этого возраста женщины обычно разговаривают таким образом. Ну и младше, от этого и младше. Старшие женщины привыкли к другому к ним обращению. Особенно, если это жили где-то в селах женщины, то женщина там привыкла к такому обращению, что она выполняет всю работу по дому. Мужчина только работает. Мужчина ничем больше не занимается. Если вдруг женщина чем-то недовольна, то женщина получает пиздю... Блин, меня облепили мухи странные просто пиздю. Их тут миллион. У них проще просто не обращать внимания. Мужчина должен уважать женщину, почитать, защищать ее, не осуждать. То есть принимать ее такой, какая есть. Все это можно заключить в одну мысль. Не относись к окружающим как к говну и не будь мудаком. Так, начнем с уважения. Уважение, я считаю, нужно заслужить. Вот эти всякие возгласы, знаете, уважайте за возраст, уважайте за то, уважайте за все. Уважай старших, терпеть этого не могу, поскольку есть люди, которые недостойны уважения. Вот мне на йоту. Но при этом мне говорят его уважать, и они сами этого от меня ждут. Да хуй ты угадал. Не заслужишь ты у меня уважения, пока не достигнешь каких-то определенных, значимых лично для меня достижений, лично для меня. Если ты там где-то какой-то чемпион мира, там, не знаю, по лыжному спорту, то мне насрать. А вот по поводу любви такой, какая она есть, вот это, вот это бред собачий на самом деле. Это значит потакай всем ее, если она будет разжираться, если она будет жирнеть, вредит своему здоровью, вредит своему внешнему виду, делает так, что ты больше никогда не захочешь ею в жизни. Ну ты понял, что с ней делать. И ты должен говорить, да все с тобой нормально, ты отличная красавица, у меня какие щетки вырастила, замечательные. Нет, я против этого подхода. Ну ты понимаешь, к чему это приведет, если ты будешь их потакать. Вот она над этим смеется и говорит, что она как бы не хочет, чтобы так оно и было, что хочет свои какие-то дела. Бизнес она хочет вести, акцизы продвигать, власть хочет свои руки. Большинство женщин вообще этого не хотят, а те, кто хотят, думают, что этого хотят, хотя на самом деле нет, потому что когда они начинают это пробовать, это совершенно другие вещи. Ты себе в голове воображаешь, что у тебя все получается, и тебе это нравится, и ты начинаешь все зарабатывать, и все тебя уважают. На самом же деле нет, твоя семья рушится, у тебя не хватает времени вообще ни на что, кроме своей основной занятости, которую ты пытаешься достигнуть, будь то деньги, или власть, или бизнес, или что угодно. Фунт 21 добавляет, что он еще обязан давать и сладкую пищу, украшения, и красивую одежду. Классно, да? Сладкую пищу. Проще говоря, если у твоей телки ПМС, и она становится стервозной, терпи ее, и, сука, каждую прихоть выполняй. По-моему, я не говорил этого в начале видео, этот список написал мужчина, и вскоре мы с ним познакомимся, увидим, как он выглядит. И вот я считаю, именно такие мужчины, как написавшие этот список, и являются одной, одной из причин феминизации славянских стран. То есть сейчас, в славянской стране, женщине живется, наверное, лучше всего остального мира. Взгляните на арабские страны, там женщина вообще не имеет прав, но с другой стороны, она практически, ну практически никакие женщины там и не работают. Они абсолютно, ну знаете, как домашнее животное, их жизнь беззаботна. С другой же стороны, посмотрим на какую-нибудь Европу, где женщина, уже феминизация прошла полным ходом, и мужчинам уже надоело, как женщины себя с ними ведут, ты мне не хозяин, я равна тебе, и так далее. Пожалуйста, хочешь быть ровной, пошла на работу, и плати за себя в ресторане сама. И действительно, в большинстве Европы, насколько я знаю, мужчины больше не хотят и не платят за женщин, ни на ресторанах, нигде. Более того, там это уже давно даже не принято, то есть женщина даже не думает, что он может за нее заплатить. У нас же посмотрим, мужчина все женщине должен, как считает женщина, а женщина же в ответ не должна в принципе вообще ничего. И даже вот свою писечку, ради чего это вообще обычно делается, она может дать, а может и не дать, как настроение ляжет. Идеальная жизнь в СНГ для женщины. Пункт 22. Быть любящим. Так, чтобы женщина это чувствовала. И это, наверное, единственный пункт, с которым я могу согласиться. Если твоя телка не будет чувствовать твоей любви и заботы, то она просто съебнет кашоту из соседнего подъезда. Как домашние растения, за нами постоянно надо следить и поливать комплиментами. О, вот это вот сладостное представление у неокрепших молодых особ, а какой-то совместной жизни между полами, друзья. Когда вы поживете с одним человеком год, пять лет, десять лет, вы поймете, что когда проходят вот эти первые ощущения, вот эти первые чувства привязанности к противоположному полу, когда хочется ему напихать просто четыре раза в день. Наступает период, когда вы становитесь больше сожителями и друзьями. И вот если этот человек был, когда ты хотел ему напихать тебе не другом и неудобным сожителем, тогда ты это мог терпеть, но сейчас ты терпеть это не будешь. Поэтому очень важно, чтобы у каждого были свои обязанности, и каждый выполнял их как часы, не заставляя другую противоположную сторону выполнять его обязанности вместо него самого. Иначе брак разваливается рано или поздно. Ну или происходят измены, каждый недоволен своей второй половинкой и так далее. Счастливые браки так не делаются. Ну и конечно же по поводу любви к своей второй половине, ну это как бы само собой разумеется, если человек тебе не нравится, то хрена ли с ним вообще находиться у вас, ну ничего не получится. А вот это вот то, что она говорит, поливание постоянно как растение всякими комментариями, комплиментами, господи. Нет, друзья, это так не работает. Мужику рано или поздно это надоет. А тебе со мной хорошо? А ты меня любишь? Болг 23 гласит, что мужик обязан есть каши из круп. И тут сразу стоит пояснить, что это улучшает работу желудка, дает энергию, повышает тонус, а главное повышает тестостерон. Перловка вообще сделает из себя альфа-самца в постели. Я только хотел сказать, вообще лекарства на все случаи жизни, наверное, еще и от рака лечат. Обязательно жри перловку и член будет стоять до 100 лет. Правда, есть возможность стать жирным, получить сахарный диабет и откинуться лет в 30-40, но хуй-то все равно до гроба будет стоять. Ага, я понял, я понял. Она типа шутила над тупыми приколами про перловку. Диабет от перловки? Ожирение? О чем ты говорила? Ну, можно, конечно, получить ожирение от перловки, но это очень сложно. Это просто нереальными количествами ее надо жрать. Ожирение больше всего происходит, запомните, от сладкого. Когда в маленьком объеме находится большое количество калорий, а это может себе позволить именно кондитерское сладкое, которое конфеты, которое булки сладкие, все, что с сахаром и так далее. Потому что сахар в маленьком объеме имеет кучу калорий. И ты можешь, не насыщаясь, поглощать их тысячами. Когда, если ты захочешь овощами поглощать тысячи калорий, то тебе придется ведрами есть, и ты просто не сможешь. Вот и весь рецепт. Дождь начался. Я надеюсь, я под дождем успею закончить. Черт его побрал эту съемку на улице. Для мужа обязан почитать и уважать родителей жены больше, чем своих. А это просто... Я не понимаю вообще, почему этот человек такое написал. Что он хотел этим сказать? Мне кажется, это максимальное неуважение к своим собственным родителям относиться к тем родителям лучше, чем к своим. И на элементарно на человеческую ревность давит, потому что мой собственный сын да любит чужую мать, мать своей вот этой шлю, как она будет выражаться, естественно, после такого происшествия. Да больше, чем меня, и, ну, можно очень оскорбить сильно свою мать. Родители мужа обязаны почитать и уважать невестку больше, чем сына. И вот тут, сука, практически обратная ситуация. Вы можете представить, как иногда сложно поменять мышление старых людей? Погоди секунду. Еще как-то относиться к родителям своей жены это еще в принципе реально лучше, чем к своим родителям. Это, ну, теоретически возможно. Разные родители бывают, но вот заставить своих родителей относиться к невестке лучше, чем к своему сыну. Что? Что, мать твою, что несет этот список? Я надеюсь, мне не нужно говорить здесь, насколько это пиздит. Это не говоря уже о том, что обычно родители мужа, особенно мать, не очень хорошо относятся к невестке из-за ревности, потому что ее сын относится теперь к другой женщине, ну, не лучше, а больше времени ей уделяет. И мать, как женщина, начинает ревновать. Так еще и любить ее больше, ну. И, наконец-то, подходим к тому, как все-таки выглядит этот Олег, который написал этот список. Вот это самый интересный момент. Посмотри нахуй, вот это мужчина твоей мечты, вот с ним ты должна ебаться, а он будет приносить тебе еду, украшения и удовлетворять все твои потребности, там, пищечку полизать. Идеальный мужчина. Просто, мать его, мечта. Да не знаю, будь он даже миллиардером, но не внушает это у меня такого, как будто вот альфа-самцак. Обычный такой, я бы сказал, преподаватель математики в школе. И список он написал, соответственно, просто замечательный, мне он нравится. Спасибо, Олег. Спасибо за то, что планишь феминизацию в наших СНГ странах еще больше, чем она того заслуживает, чем она есть. Мужик должен содержать девушку, потакать любым ее капризом, при этом хорошо зарабатывать и иметь кучу свободного времени, чтобы уделять ей достаточно внимания. Это, так сказать, в сумме, что можно понять из этого списка. Запомнил? А теперь забудь нахуй. Как я уже сказал, давайте выражать благодарность Олегу за то, что он существует, за то, что он написал этот замечательный список. А также не забудь выразить благодарность мне и поставить лайк на это видео за то, что я этот список до тебя донес, ведь он очень полезен нашему мужскому обществу. Что я думаю по этому поводу, я думаю, не надо озвучивать, ты и так понял. Кратко резюмируя мое видение семьи, мужчина глава семьи зарабатывает деньги, женщина во всем слушается мужчину и следит за домашним очагом. Качок тупой. У качка есть простые правила, для того, чтобы их просто понять. Все. Поэтому напиши в комментариях мужчина не должен под этим видео и, конечно же, лайк на это видео, подписка на мой канал и колокольчик рядом, чтобы много подписаться. Четыре вещи, которые тебе сделать несложно, а мне они очень помогут. С тобой будет Толя Дан. Спасибо, что смотрела всего тебе, хорошего дружище. Иди покажи на камеру, что ты там... Купила булочки Наташа. Кокос живет. Ну давай попью. Кокос. Не очень вкусно на самом деле, мне не очень нравится.